Если вы давно мечтаете сменить профессию, начать собственное дело, стать фрилансером или начать обучать других людей чему-то, что вы умеете, но вас что-то останавливает, возможно, я знаю, что именно. Вы ждете, когда кто-то разрешит вам это делать. И у меня для вас есть две новости, плохая и хорошая. Плохая в том, что, скорее всего, этого никогда не произойдет, и у вас есть все шансы умереть в ожидании, когда это случится. Хорошая новость в том, что на самом деле вам не нужно ничего разрешения для того, чтобы начать делать то, что вы хотите, и стать теми, кем вы мечтаете быть. Вам нужно кое-что другое. И давайте об этом поговорим. Меня зовут Артур Белостоцкий, и это 19-е видео моего челленджа «30 видео за 30 дней». Поехали. Прошлой весной я был на съемках одного проекта в Москве в качестве ведущего и разговорился с оператором, пока мы готовились. И оказалось, что он никакой на самом деле не оператор, а самый настоящий сценарист, окончил какой-то из профильных московских вузов и мечтает работать в сериалах и в кино. И я рассказал ему, что у меня есть подруга-режиссер, которая успешно работает и в кино, и в сериалах, пишет, и снимает, и еще и учит других людей этому. И назвал фамилию. Услышав фамилию, он весь скривился. Я ее терпеть не могу. У нее даже нет профильного образования. Какое вообще она имеет право кого-то чему-то учить? Услышав это, я выпал в осадок и потерял дар речи, так себе ситуация для ведущего, но не от того, что он как-то нелицеприятно высказался о моем друге, а от того, что я увидел человека, который живет с картины мира, в которой только набранная хреновым шрифтом и напечатанная на гербовой бумаге строчка текста, дает человеку право заниматься творчеством и учительством других людей. К слову, проект, на котором мы пересеклись, оказался снят, ну, не очень. Такое вот совпадение. Скольких известных дипломированных писателей вы знаете? Или стендап-комиков? И интересуетесь ли вы, с какими оценками закончил музыкальную школу гитарист любимой группы, прежде чем купить билеты на концерт? Звучит абсурдно, правда? Но почему в таком случае вы предъявляете к себе подобные требования, прежде чем просто начать делать то, что вы хотите? Художественная литература и кино приучили нас к тому, что прежде чем отправиться в путешествие, герой должен пройти какое-то испытание и получить благословение высших сил. У сценаристов это называется стражник у ворот, которого нужно пройти. Система образования успешно подкрепляет эту мифологему с помощью выпускных экзаменов, которые нужны для того, чтобы как следует помучить человека перед тем, как выпустить его в большой мир. Но если вы старше 25 лет, то вы прекрасно знаете, что оценки в дипломе не влияют абсолютно ни на что в вашей дальнейшей жизни. Единственное, что вам могут дать эти испытания, это чувство уверенности в себе, порою обманчивое, потому что вы спустились во ад и потом, как настоящий герой, вернулись к жизни. В реальной жизни никаких стражников у ворот нет, вам не нужен диплом или какая-то еще форма разрешения для того, чтобы начать делать то, что вы хотите. Если только, конечно, вы не хотите стать врачом. Когда речь идет о том, чтобы разбирать и собирать людей обратно, все-таки лучше заручиться поддержкой диплома и знаниями, которые нужны для того, чтобы его получить. Во главе многих инноваций стояли не профессионалы, а любители. Просто представьте, в каком мире мы бы с вами жили, если бы Генри Форд не начал конструировать автомобили, потому что не закончил автомеханический техникум. Или не превратил бы это в бизнес, потому что не закончил программу MBA. Или если бы Станиславский отказался от игры в театре и создания собственной актерской системы, потому что у него не было профильного образования. Если вы не знали, он вообще-то руководил фабрикой, а театр это было так, для души. Так что же делать, если вам хочется начать что-то делать, при этом хочется попросить у кого-то разрешение, но непонятно, у кого его просить? Тут два варианта. Либо вы идете на какой-нибудь онлайн-курс, марафон желаний или тому подобную хрень, чтобы получить в конце сертификат, которым даже не подотрешься, потому что он электронный, но который, возможно, придаст вам уверенности. Либо вы просто ставите мир перед фактом. В 2016 году я решил стать редактором и пошел учиться в школу редакторов. В первую очередь я пошел за какими-то системными знаниями, потому что объективно я был, ну если не нулем, то так максимум двоечкой из десяти. Но пока я делал успехи в учебе, моя работа пошла к чертям и меня уволили. Я сдался без постоянного дохода, но зато со своим прекрасным электронным сертификатом, набранным элегантным шрифтом. Но денег в кармане от этого почему-то не прибавлялось. Я не знал, что со всем этим делать, где взять работу, где взять первые заказы, пока меня не осенило. Твою же мать, я же никому не сказал, что я теперь редактор. Но с другой стороны, какой же я редактор? Я всего лишь безработный инженер технической поддержки, который только хочет стать редактором. У меня даже работ в портфолио особо нет, кроме каких-то учебных статей. Да и в школе редакторов я прошел только первый курс из трех. И тогда ко мне пришло второе озарение. Редактор — это не то, на кого я учусь. Редактор — это то, что я делаю. То, чем я помогаю людям. Я могу быть хреновым, недостаточно образованным, неопытным редактором. Но отныне это то, что я делаю. На следующий день, 10 ноября 2016 года, я склепал себе сайт и описал там принципы работы. Все по заветам школы редакторов, потому что каких-то настоящих принципов собственных у меня на тот момент еще не было. И волнуюсь, я, выливаясь потом, опубликовал в ныне запрещенной социальной сети на букву «Ф» пост следующего содержания. Я теперь редактор. Помогаю компаниям просто и доступно рассказывать о продуктах, пишу статьи, делаю промо-страницы. Обращайтесь, если надо помочь с текстом. Рекомендуйте друзьям, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Кстати, на самом деле, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Ничего особо ненеального. В те дни моя лента пестрила подобными сообщениями от моих одногруппников. И чтобы вы понимали, на тот момент на моем счету была одна учебная промо-страница, одна учебная же статья и одна статья для блога моего предыдущего работодателя. Я боялся насмешек от более опытных коллег под цеху. Я прям представлял себе, как они увидят мой пост и такие «О, господи, еще один Ильяховский недоучка выходит на рынок труда». Представлял, как потенциальные заказчики сразу выкупят во мне самозванца, и моя репутация будет навеки безнадежно испорчена. Но знаете что? Все, что я в этот день на самом деле получил, это поздравления с новым начинанием и несколько первых заказов, которые я, конечно же, с треском провалил из-за своей неопытности. А спустя месяц один из моих главных редакторских авторитетов, савтор книги «Пиши сокращай» Люда Сарычева, пригласила меня работать в модульбанк, где она тогда была главредом. Итак, началось мое редакторское путешествие. Я выучил этот урок, и когда в 2019 году я начал заниматься подкастами, я не стал ни у кого спрашивать разрешение, а стал одним из первых людей, который написал у себя в описании профиля «Продюсер и редактор подкастов». И это снова сработало. Люди стали обращаться ко мне в соответствии с тем, что я о себе написал, как к продюсеру и редактору подкастов. И потом, когда мы создали студию подкастов «Заварили», я с гордостью подписал себя «Генеральный продюсер». И вот уже во всех статьях, где упоминалось мое имя, меня подписывали именно так. И никто при этом меня не спросил, какой университет выдал мне диплом «Генерального продюсера» или среди скольких продюсеров я назначил себя генералом. Все просто сказали «Ну, ок». Хочу, чтобы вы понимали, что я здесь не пытаюсь пропагандировать аматорство и непрофессионализм. Когда вы заявите о себе в том или ином качестве, вы начнете получать обратную связь. От заказчиков, клиентов, покупателей, учеников. И эта обратная связь подскажет, где вам не хватает опыта и знаний. Чтобы достичь значимых результатов, вам, естественно, придется много практиковаться и заниматься самообразованием. А вполне может быть и получить образование традиционное. Почему нет? Станиславский брал уроки пластики и вокала, наблюдал за лучшими актерами и использовал любую возможность для практики. Генри Форд маниакально увлекался механизмами и проводил сотни часов за конструированием, параллельно подглядывая за организацией производства в компании Томаса Эдисона. А моя подруга Даша Лебедева, которую я упоминал в начале этого видео, хотя и сняла свой первый фильм, не имея ни режиссерского, ни сценарного образования, затем прошла обучение во всех московских киношколах для того, чтобы сформировать собственный подход и методику обучения сценарному делу. Я и сам потратил сотни жоп и часов, занимаясь самообразованием, докручивая чужие и свои тексты, слушая лучшие англоязычные подкасты для того, чтобы понять, как они устроены и попытаться применить это в своих проектах. И сейчас делаю то же самое с YouTube. Если вы хотите наконец-то начать делать то, о чем вы так давно мечтали, если вы хотите наконец-то стать тем человеком, которым вы хотите быть, и вы больше не хотите ждать, когда кто-то придет и разрешит вам это делать, то у меня для вас есть три простых шага. Шаг первый. Начните делать. Да, это может звучать глупо. Для того, чтобы начать что-то делать, нужно начать что-то делать. Но, по сути, это единственное, что отделяет вас от того, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Редактор — это человек, который пишет сам и помогает улучшать чужие тексты. Монтажер — это человек, который берет сырое видео или аудио и убирает из него все лишнее, чтобы это было интересно и приятно смотреть. Сценарист — это человек, который пишет сценарии. Но что делать, если вы хотите что-то делать, но еще совсем ничего не умеете? Купите книжку, посмотрите видео на YouTube, изучите основы и начните делать. Как только вы напишите первую строчку, или отредактируете чей-то текст, или сделаете первую монтажную склейку, в этот момент вы станете тем, кем так давно хотели быть. Пусть и начинающим. Шаг 2. Отредактируйте свой профиль в соцсетях. Ваш профиль в соцсетях — это ваша визитка, витрина и резиденция в одном флаконе. Наберите смелости и напишите там, чем вы теперь занимаетесь, и чем можете быть полезны людям. Шаг 3. Делитесь. Начало нового пути — это потрясающая возможность собрать вокруг себя заинтересованных людей. Вам предстоит много изучить. Вы будете делать открытия каждый день. Вы будете ошибаться и переоценивать свои знания. Делитесь тем, что изучаете, рассказывайте о своих открытиях, успехах и неудачах. Так вы соберете вокруг себя людей, которые заинтересованы и стремятся туда же, куда и вы. А потенциальным клиентам и заказчикам, и возможным партнерам — это покажет, что вы не просто человек из ниоткуда. У вас есть история, и вы изучаете то, чем занимаетесь. Чтобы достичь значимых результатов, нужно учиться, практиковаться, ошибаться и совершенствоваться. Но чтобы начать, нужно просто начать. Не спрашивайте ни у кого разрешения. Просто поставьте мир перед фактом. Пока.